Здравствуйте! Вы смотрите Главное. Сегодня у меня в гостях кандидаты на пост генерального примара муниципия Кишинел. Это Марчел Дарья, представляющий партию Закона Справедливости. Добрый вечер. Добрый вечер. И Олег Брега, представляющий партию Демократия Дома. Демократия Акас. Здравствуйте. Вы представляете партии. Когда я увидела ваши фамилии, от кого вы идете на эти выборы, у меня сразу возникло большое подозрение, что это происходит не из большой любви к этим политическим формированиям, потому что вы не хотели, как говорят, заморачиваться и собирать подписи, потому что времени для этого было у вас мало. Как вы думаете, это честно по отношению к избирателям? Вы идете от партии, членами которых не являетесь, и в отношениях с этими партиями замечены, что называется, не были. Марчел. Очень честно, потому что мы про Кишиневу сразу об этом заявили, что будем использовать какую-то политическую платформу. Мы говорили в вашей передаче неоднократно. Мы возьмем платформу партии, которая не имеет политической деятельности, то есть не ведет такую деятельность. В этом списке не будет ни одного члена этой партии, будут только кишиневцы, только достойные граждане, которых, к примеру, я выбираю по одному принципу, может, у Олега другие принципы и так далее. А власть, как поступает по отношению к независимым, это честно? То есть для вас партия как ширма, в принципе, в том плане, что необходимо собирать подписи? Легальные юридические формулировки или платформы для того, чтобы попасть в муниципальный совет. Но не забывайте, что мандат муниципального советника императивен. Вообще, по большому счету, любой кандидат, который проходит от любой партии в муниципальный совет, не должен выполнять указания партийных боссов и своих спонсоров, а самому решать, что дело для города позитивное, что нет, что пропускать через муниципальный совет и чем заниматься там. А происходит что? Что, к примеру, посмотрите списки партий, давайте сравним просто. Там одни бизнесмены, а фачеристы, директор центрального рынка, к примеру, или директор морга, или кладбища и так далее. Ну что это значит? Для чего эти люди или хозяин киосков, для чего они туда приходят? У нас горожане, у нас спортсмены, у нас адвокаты, у нас юристы, у нас жители Рыжкановки, ботаники. Вот и все отличие. То есть я не вижу здесь никаких проблем. Будет возможность потом изменится законодательство, с удовольствием будем, к примеру, я буду независимым примаром. Я и есть независимый. И вы решили эту проблему просто полюбовно. Вам предложили или вы себя предложили, как это было? Было очень просто. Четыре года назад. Я про эту партию кричула. Правильно. Четыре года назад та же партия, генерал Алексей, предоставил мне эту возможность. Прошло четыре года, партия не вела никакой деятельности. Считаем, что там ничего нет. Это просто платформа. Поэтому спокойно те, кто будут голосовать за нас, находят Марчелла Дарьи, находят партию закона и справедливости. И смотрят на наш список кишиневцев. Они попадают в муниципальный совет. Я поступил иначе. Если вы не знали, я вам скажу. Я две недели сидел в центре и собирал подписи. Да, я знаю. Собрали тысячу. Где-то так, да. Недостаточно, потому что та сумма 10 тысяч подписей для выдвижения кандидатуры в примары как независимый, это сумма бешеная. Это нереально. За две недели нереально это собирать. Одному. Без партии или без денег, без мафии. Поэтому я доказал. Потом в предпоследний день пошел вот с одной партией. У меня были переговоры со многими партиями. Не с той партией, но другие еще четыре. Я выбрал самую белую, чистую, без истории, плохой истории. И подумал, я все равно, если я пошел в политику, я сделаю когда-нибудь свою команду, партию. Иначе нельзя быть одному в поле воином. Вот поэтому пришлось... Как бы, да, выходить из ситуации, насколько я понимаю. И у нас теперь есть и команда. Я привел в той партии еще своих активистов гражданских из гайдпарка или из феминистического движения. И они вывели своих представителей. И кажется, у нас получилась очень даже приличная команда. И мы сможем заниматься политикой и в Совете, и, может быть, во втором туре на постпримаря. Я поняла ваш оптимизм. Вы знаете, что вас объединяет? То, что вы оба позиционируете себя, как такие несколько эпатажные кандидаты. Ну, Олег у нас на велосипеде ездит и отстаивает, значит, не только право, но и пропагандирует. И тем самым отличается. Я так думаю, даже эмблема наверняка будет человек на велосипеде. Да. Я догадалась. Да, вот Марчил, вы, значит, удивили всех скороговоркой. Не только и поднятием штанги в 200 килограмм. Да, то есть, как бы, вот понимаете, о чем хочу спросить. Это все понятно, что главная цель наверняка узнаваемость. Да, вы предпределивали. Не только. Не только. Используя муниципальный бюджет. Используя кредитные деньги, он может показать, что он сделал дорогу, он сделал детские площадки, он что-то пытался изменить в транспорте или другие проекты. Да, у нас тысячи вопросов к этому. Как там тратилось, как покупались и так далее, и так далее. Про коррупцию. Об этом не будем говорить. Но если я не был ни один день в никакой публичной должности, я не могу показывать дороги. И даже если я принесу куда-то машину шибенки, это все не имеет никакого значения. Поэтому, когда мы говорим, и тогда появляется вопрос, все равно нужен новый примар. И появляется вопрос, а какими качествами должен обладать градоначальник? Мы говорим о управлении огромной структурой. Ну что, умение, судя по вашим этим, он должен уметь поднимать штангу и быстро говорить. Во-первых, я год, год говорю на разных телепередачах и в своем блоге о всех проблемах города. Мне не нужна программа, она есть в моем блоге. Там абсолютно все, и на румынском, и на русском. Но на вашем сайте даже. На нашем сайте. Абсолютно все. Я касался всех проблем, начиная от жилого фонда, вы знаете прекрасно об этом, мы говорили еще 8 лет назад, заканчивая архитектурой, градостроительством, транспортом, киосками, историческим центром, созданием рабочих мест и так далее. Марчел, Дарья, чтобы кто-то может должен понимать это, чтобы запомнил. Это профессионал, и мы можем об этом говорить часами, но интегритате, качество. И если человек показывает, что он помимо всего является активным мужчиной, спортсменом, это хорошо. Если он умеет четко и ясно выражать свои мысли в публичном пространстве, это тоже хорошо. Я поняла. И я считаю, что я еще, кстати, буду показывать, что я умею. Еще скороговорки остались. Не только скороговорки. Хорошо, спасибо. Олег, велосипед. А я скоро говорить не могу. Я могу кричать в мегафон, организовать протесты. Я могу снимать. Меня люди больше знают по моим видео в интернете. У меня на моем YouTube-канале почти 10 миллионов просмотров. За последние три года. Это что-то значит. Почему вы сейчас ничего такого не сняли, чтобы вы сейчас разместили и о вас люди заговорили? Потому что именно сейчас, когда выборы, как правило, пытаются какие-то снимать ситуации нестандартные. Мусор как разбрасывают. Почему вы этим не занимаетесь? Вы же это делали. Хотя я режиссер, я не люблю это срежиссировать. Я иду туда, где меня люди зовут. Если что-то появится интересное, я буду снимать и сразу же поставлю интернет. Сняли бы, как собак, например, травят, говорят постоянно. Я это делаю и последние 10 лет. Чего нужно еще лукавить и сделать это накануне выборов. Вот смотрите, какой я крутой. Сегодня был завал крови. Но это не публичное действие, это не новость для телевизоров или для моего сайта. Зато протест, если я организую, был у меня протест. Или у нас был протест, у унион Феноса защищать одну семью из Дурлешт, у которой 12 лет нету света. Вот это мы снимали. Мы хотели пригласить прессу, но никто не пришел. Только мы снимали. Зато если вы станете генеральным примаром, вы наверняка будете приглашать прессу на все акции. Почему-то мне так кажется. Будет прямое вещание не только с пленарного заседания, но и с комиссией, но и с фракцией. Наверное, будут люди приглашены в примарию и спрошены. Или мы пойдем к ним спросить, что мы делаем с вашей улицей, или что мы делаем с вашим домом. Хорошо. Вы знаете, отличий в ваших программах и предвыборных платформах при большом желании можно найти предостаточно. Вот одно из них, и на мой взгляд оно самое главное, это, собственно, ваши отношения к самой должности генерального примара. Вот Марчелл был у нас в студии и говорил, что он позиционирует себя как фигура примара-хозяйственника. То есть он говорил о том, что он не хочет быть в политике. Так? Да. Он себя позиционирует именно так. Вот, Марчелл, перед вами сидит человек, который абсолютно убежден на 100%, что примар – это должность политическая, прежде всего. И ничего... Хозяйственного... Хозяйственного... Хозяйственного дома, самое главное, что фигура политическая. И нечего тут придумывать, и нечего лукавить. Нужно честно сказать. Потому что это город-столица. Вот я хотела бы, чтобы вы поделились доводами друг с другом и попытались бы убедить, прежде всего, друг друга в правильности ваших предвыборных каких-то тезисов. Вот давайте начнем. Марчелл, почему никакой политики? Если говорить о муниципальном совете, можно сравнить с парламентом. Да? Это законодательный орган. Все говорят, что примар – это глава исполнительной власти. Теперь в муниципальном совете, по моему убеждению, не обязательно быть очень большим специалистом в какой-то области. Проблема там интегритати, проблема там в личных качествах гражданина. Не подкупность, скорее. Не подкупность. Мне кажется, что там для муниципального совета должны заседать граждане, которые знают свои проблемы, потому что они не решаются. Все проекты – это участки, это недвижимость, это бизнес-проекты и плюс политическое шоу, которое там происходит. А проблем – море. И я вам говорил, в течение 8 лет сто с чем-то собраний с жильцами, все дворы практически знаю. Знаю проблемы реальных людей, реальных граждан. И если Олег занимается проблемами, не знаю, юридического характера, помогает с медийной стороны каким-то людям, которые имеют проблемы, то я именно с вот этих хозяйственных, конкретных проблем домов начал, с крыши, с подвалов, с подъездов, с термоизоляции. Я был в квартирах очень многих граждан. Я очень многое видел. Меня угощали чаем, кофе, люди разных профессий, разных возрастов. И вот оттуда у меня сложилось впечатление, как должен быть город и откуда начинается наш город, откуда проблема. Теперь, примар является, я считаю, по моему глубокому убеждению, потому что я говорил Олегу и на прошлой передаче, такое же отношение, такой месседж я видел 7 лет назад, 8, когда Дорин Киртуак, тоже гражданский активист, юрист, который защищал права. Он говорил, что он будет вне политики. Да, и он пришел в примарию, но я знал, что будут проблемы, потому что я говорил, я учился с ним 2 года в одном классе, и я видел потом, чем он занимался. Если этот человек пошел учиться просто в Румынию и работал на телепередаче, то я занимался конкретными реальными делами. Ну вот сейчас зрители слушают и говорят, вот Дорин Киртуак тоже говорил, он не будет заниматься политиками. Он так занимался, может и марчел Дарья. Нет, Дорин Киртуак изначально пришел в мэрию политиком, он пришел от либеральной партии. Тогда был коммунизм и либералы против коммунизма. Он уже был и стал вице-председателем партии. Я еще раз объясняю, юридически это закреплено в Министерстве юстиции, я председатель общественной организации «Проки Шинел». И, кстати, вот отличие. Если я защищаю интерес, скажем, как насчет иллегальной постройки мансарды на Думе Трушкану, которую показывали по телевизору, там была огромная неприятная ситуация, когда просто напали на жильцов, то я использую совершенно другие методы. У меня есть печать, у меня есть реальные адвокаты. У меня, если надо, будет охрана. Я защищаю реальные интересы жильцов. Поэтому «Примар» для меня – это фигура сильная, мощная и хозяйственная. Вот вы послушали сейчас, Олег, аргументы вашего визави, вы улыбаетесь. Я подумала для себя, что придется решать много вопросов, в том числе инвестиции. Инвестиции очень часто дают под политическую ответственность. Никто просто так денег не дает. То есть нужно обращаться либо на Запад, либо на Восток. То есть политикой в той или иной степени заниматься придется. Но все решения принимает совет. «Примар» должен только говорить с людьми, которые подчинены ему, или людьми, которые платят налоги, или которые хотят инвестиции делать. Он должен говорить с людьми, делать политику, заставлять подчиненных работать, собирать совет и как-нибудь убеждать их голосовать за один или другой проект, допускать инвесторов или не допускать. Как раз самая политическая деятельность – это «Примаря». он по своему примеру должен ходить на велосипеде и показать людям, что это здорово, и это не мешает трафику, и это экологически чисто, и это дешево. Например. Сейчас, секундочку, секундочку. Но я должен просто вмешаться. Вы вмешаетесь тогда, когда я вам предоставлю для этого возможность. Вы говорите в два раза больше. Поэтому у меня есть уточняющие вопросы к господину Бреге. Понимаете как? Мне кажется, что вы сделали первый шаг на пути признания. Вы очень честно сказали телезрителям, вы участвовали уже в программах, вы сказали «Да, я хочу сделать политическую карьеру». Вы признаетесь, да. Ну секундочку, послушайте вопрос. Послушайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос мой заключается в том, что вы честно признаваясь в этом, ваш следующий шаг – это признание определенных политических взглядов. То есть вы тем самым моментально отсекаете часть общества, которые являются противниками ваших взглядов, и вы становитесь очень уязвимыми, потому что будут всегда говорить, что этот человек не исключил, что он будет заниматься политикой, а вот то, что он делает и с кем он сегодня говорит, говорит о том, что он не с нами, он против нас. Разве не так? Я не думаю так. Я думаю, что люди все устали от этих политиков, от этих партий, которые были у власти или сейчас у власти, и они хотят третьей силы, они хотят других политиков. Я как раз буду политиком нового типа, европейского, или цивилизованного, может, противоевропейского, как Швейцария. Мы будем за права человека. Вы еще не определились со своими взглядами? Секундочку. Вот вы сейчас говорите, я не знаю. А народ вправе знать о ваших взглядах? Пока я один и без партии. Я посмотрю, с какой партии буду вместе, когда сделаю фракцию в Совете. С какой партии вы бы предпочли сделать фракцию, с какой не сделаете никогда? Ну вот мне предлагали из партии Шелина или из партии патриотов Молдовы быть за них на этот пост. Я отказал. Вот партию Зеленым или партии Василия Костюкова, я не отказал. И мы договаривались. Понимаете, мне кажется, вы очень честно, раз признавая, что это должность политическая, если вы не должны сказать о своих политических взглядах, вашим избирателям, они вправе тогда знать. Но что голосуют за вас, они голосуют и за ваши взгляды. Спасибо. Марчел, вы хотели что-то сказать? Да, я хотел, во-первых, извиниться, если я хотел вмешаться. Но очень интересная тема, я не сдержался. И хочу я Олегу объяснить вот эту вещь, чтобы он ее больше не повторял, как человек, который прошел через многие структуры, и бизнеса, и другие структуры когда-то. И изучал, что такое организационный, что такое менеджмент, что такое маркетинг, что такое управление людьми и так далее. Может быть, когда-то, через 20, 30, 40 лет, в Кишиневе уже так все будет хорошо, я надеюсь на это, что Примар действительно будет только управлять каким-то бюджетом и кататься на велосипеде. И есть такое во многих европейских городах, и есть такие примеры, ну, может, поменьше. Сейчас у нас такая серьезная и сложная ситуация, что если я, во что я уверен, буду Примаром, мое время будет расписано по секундам. И я буду ездить только на автомобиле Примарии с шофером, кстати, не за рулем, потому что в каждую минуту у меня будет звонить телефон. Если сейчас у меня звонят в 2 часа ночи, и у меня есть звонки... И вы оба будете ждать в трафике, в пробках. Не в пробках. А я на велосипеде буду первым снимать. Да, если примар не должен снимать, примар должен руководить, вы чуть-чуть путайте, извините, вот общественную такую активную... Если вы будете Примарем, я буду перед вами на месте... Снимать? Происходите... Да, я буду снимать, если вы будете Примарем, но я боюсь, что не будет такого. Не вопрос. А я боюсь, не боюсь, я знаю, что это будет. А знаете почему? Потому что я целенаправленно 8 лет к этому иду, и буду идти еще 8, если надо. Все, это моя цель. Я не участвую ни в парламентских, ни в политических дебатах, ни в партиях и так далее. Поэтому я еще раз подчеркиваю, то есть не надо уходить, рассказывать людям, что может быть такое, что человек, который не управлял ничем, может быть примаром. Но опять же, я очень сожалею, и я говорил на прошлой передаче, что у меня сейчас нет в оппонентах реальных кандидатов, с которыми я мог бы поспорить, потому что с Олегом мы находимся на той же горизонтали. Он является общественным деятелем. Я тоже самое, только у меня другая концепция, по-другому все вижу. Но я бы хотел... А вы напишите им письма, может быть они станут с вами спорить. Уже не станут. Ну давайте, уже не станут. Ну, тем хуже, к нам приходят все. Ну, в одноклассниках как написали, Киртуак так не может, он проиграет дебаты. И все, значит, так думают. Я не могу вам ответить сейчас за Киртуак, это не в правилах нашей программы, но зато в правилах нашей программы попытаться вытащить из вас как можно больше ваших мыслей и размышлений. Должен ли примар быть членом правительства? Было такое? Я думаю, что да, он должен возвращаться в правительство, как башкан Гагаузи, член правительства, так должен быть и примар столицы. Но все-таки Гагаузи это автономно-территориальное образование, а Кишинев это муниципи. Да, столица. Но все-таки вы не видите, а вот если бельцы захотят... Здесь живет треть населения страны. Ну вот, а если бельцы тоже захотят своего представительства, что будем делать? Если мы сделаем столицу в Аргееве, например, тогда незачем приглашать примаря Кишинева в правительство. А так и правительство здесь в Кишиневе, и парламент, и все другие государственные структуры в Кишиневе, поэтому примар должен быть там и знать, что они хотят участвовать в решениях правительственных. Я думаю, так. Абсолютно согласен. Я объясню, для чего это все надо. Есть очень много проблем, которые не решаются у нас на... которые должны решать... Примар должен решать вместе с правительством. Это и насчет муниципальной полиции, это и другие проблемы, связанные, к примеру, с дорогами, когда не могут распределить, где экстравилан, интравилан. Это многие инвестиционные проекты. Это все взаимосвязано. Это невозможно так работать, когда Дарин Киртуако противостоит постоянно в течение 8 лет правительству. И что самое страшное для нас и коммунистическому правительству, или уже демократическому. Для него без разницы, какой политический цвет у правительства, он все равно будет с ними спорить. Кишинев это как отдельная крепость, и он постоянно с кем-то воюет. Нет, здесь надо решать проблемы. Здесь не должен прийти человек, который воюет. И я сказал много раз. Я думаю, что в правительстве тоже должна быть оппозиция. Я думаю, что Башкан Гагаузи и Примар столицы тоже должны сделать оппозицию. В правительстве это очень хорошо и очень здорово. Оппозиция это одно. Оппозиция одно. Но все равно надо договариваться по главным вопросам. Потому что невозможно. Мы не сможем никогда решить проблему парковок, если не сможем эвакуировать машину. Хорошо. Марчил, вы сейчас сами себе несколько противоречите. Теперь выступая за то, чтобы был членом кабинета министров, вы говорите, что вы не занимаетесь политикой. Нет, не занимаюсь. А я хотела бы вам напомнить, что в целом у нас в этом доверие к кабинету министров оказывает некое парламентское большинство. В идеале. Да, это у нас сейчас миноритарное правительство. Но в принципе. То есть это голосует за весь кабинет в целом. Это выполняется программа того самого большинства, с мнением которого вы можете не соглашаться, но вы же будете членом правительства. Значит, вы теоретически должны будете выполнять программу этого парламентского большинства и голосовать. Вот вам пример политический. А я дам другой пример. Если надо, приду и в парламент. А зачем вам туда приходить? А я приду куда угодно, чтобы решить проблему муниципальной полиции. Вот меня это очень волнует, к примеру. Или проблема парковок. А вы полагаете, парламент это то место, где решаются проблемы муниципальной полиции? Да, это то место, потому что должен быть закон, который это все определяет. А то Министерство внутренних дел, у нас примария финансирует, покупает им машины. А как вы придете, если примар не обладает правом законодательной инициативы в парламенте? Я это сказал в шутку. А, ну вы так серьезно... Я пойду к парламентскому адвокату. Да, вы так серьезно собрались идти в парламент, что мы напряглись. Я имел в виду, что я буду... И парламент, наверное, напрягся. Да, кстати, он, если услышит, что я приду, он будет напрягаться временем. Я буду делать все для того, чтобы в Кишиневе навести порядок. Вы понимаете, есть... Вот иногда привязано все... Самый популярный слаган у нас сейчас. Нет, это не самое помню. Я дам просто пример. Потому что другие только говорят, они понятия не имеют, что им надо от парламента. Хорошо, я вам верю. Давайте так, по поводу парламента мы поговорим, потому что я не могу, чтобы человек говорил меньше. Все-таки он участвует в депутатах. Но я тоже могу прийти к парламенту, но не на заседание парламента, а перед парламентом и организовать протест, если они не будут голосовать за хорошие законы для муниципалитета, для столицы. Я тоже могу прийти к парламенту или к президентуру, наверное, будут первым примарем в столице, который будет протестовать. Знаете, я открою для вас страшную тайну. У нас к парламенту могут прийти все. Не, я знаю. Для этого не обязательно быть кандидатом на пост генпримара или иметь видеокамеру, или еще обладать какими-то особыми навыками. Теперь хочу поговорить по поводу ситуации. Вот неспроста этот вопрос сейчас задаю, потому что, во-первых, вы очень в теме, но и знаю и ваше мнение, и мне приятно, что опять вы здесь по разные стороны баррикад. Я хочу поговорить с вами по поводу мансард, потому что я знаю позицию по поводу мансарда, я знаю, были комментарии, то есть, в принципе, насколько я понимаю, что строительство, мы не против строительства мансард, просто необходимо соблюдать ряд условий, так? Вот перед вами сидит человек, который категорически против вообще мансарда. Он говорит так, старый фонд, извините, рушится, и мы не можем этого делать, а новый фонд, куда там строить, там, собственно, свои этажи можно поднимать. То есть, он сейчас... Да. Могут быть слишком много этажей. Я правильно излагаю вашу позицию? Очень правильно. Очень правильно. Давайте вот сейчас... И как раз и Мартел передумал. Нет, я не передумал. Просто, когда я продвигал этот проект, так, как мог, написал статью, все есть в интернете, теоретически, почему нужно, показывал примеры, показывал примеры всей Восточной Европы, вся Румыния решила вопрос жилого фонда. Только, когда я сделал анализ, я оценил состояние по моим оценкам жилого фонда, я понял, что 90% нужно решать проблему крыш с нежилой мансардой. Просто чердак. Потому что туда, я когда видел бюджеты управления жилищно-коммунальных служб через ЖЭКи, как отмывают деньги, делают крышу, скатную крышу, толем или накромом, и через 3 года они заново эту крышу делают и протекают. Вот в чем проблема. И я тогда сказал, я предложил, почему не сделать чердак, это нежилая мансарда. И это будет 100 лет вперед не протекать эта крыша. Решаем проблему? Решаем. И 10% домов я определил, я разговаривал с экспертами, и я был уверен, что там можно было сделать красивые, настоящие мансарды. Это значит, соблюдать нормы, которые в Европе, с уклоном, с архитектурой. Это не просто там жилье, там особое жилье. Там не могут жить семьи, там муж, жена и 10 детей. Нет. Там для архитекторов, там для молодых семей, там есть наклон, там совершенно по-другому. Я видел, я определил дома на Штефанчалмаре, к примеру, там, чтобы вы знали, что строили после войны, там бомбоубежище, там все из бетона сильнейшего, там можно было сделать красиво эту улицу. Я определил на улице Дечеба, на главных улицах, где-то, как я сказал, до 10% домов Кишинева можно было построить красивые мансарды. Но что произошло? За это взялся Дарин Киртуак, он же учился два месяца в Сорбонне. Он такой контракт прекрасный сделал, что там даже нет, там могла прийти фирма, которая имеет 5000 лей на счету и не давать никаких гарантий, как на Индепенденции, где сгорело. Пришли бизнесмены, которые с этого хотели получить, пришли наши бельские друзья, с которыми мы буквально дрались на доме на Рыжкану 8, которые хотели построить то, что Олег не хочет. Это очень правильно. Двухуровневую мансарду с консолями на 4 этажа, но это бред полнейший. Это архитектурный бред. То, что происходит. И примарию просто купили. Купили. Купили примарию, купили инспекцию, и они достроили всю Рыжкану. То есть, если правильно вас понимать, то вы, в принципе, выступаете за мансарды, но... Выступал. Меня интересует ваша позиция теперь. Теперь только за чердаки. Теперь только за чердаки. Ваш комментарий. Почему? Вот вроде человек, как бы сейчас вот он объясняет, и есть логика в его словах. Я понимаю, что крыши нужны. На многих зданиях течет крыша, потому что там этот битум не разлит как надо, и, наверное, это нехорошее решение. И крыши нужны. Но мансарды никакие не нужны. Я думаю, что Кишинев должен расшириться, а не расти выше, потому что нам не хватает инфраструктуры для этих домов. Очень правильно. Олег, я только уточню. И так много машин, и так много детей в детсады, и так много людей ездят на маршрутах и на троллейбусах в центре. Откуда еще браться столько людей жить в центре? Все хотят в центре или у озера. Да, иди не есть. Не вмещают. Я объясню в первый раз, что я категорически против точечной застройки. Я абсолютно согласен. Я продвигал эту идею не один раз. Я сказал, Марчелл Дарьи Примар, просто будет мораторий больше на точечную застройку. Кишинев не может интенсивно развиваться. Он был спроектирован, и он должен только экстенсивно. И вообще нормы, реальные нормы говорят, что надо строить комплексы домов, где есть детсад, где есть парковки, где есть магазины, где есть школа. Я это видел в Киеве, видел в Европе. Я поняла. Теперь про крыши. Еще раз объясняю. Назовите по-другому. Не мансарды. Просто сделать чердак и покрыть металлочерепицей. И мы решим проблему вот этой крыши на сто лет вперед. А вот это... Течь не будет, но жить никто не сможет там. Только голуби может быть. Пусть живут голуби на крыше. Вот голуби, да. Я не говорю о жилье. Это категорически вообще запрещено. Даже речь ему не должно идти. Вот мне приятно, что люди способны подходить к этой ситуации в зависимости от того, как меняются их взгляды. Мы сейчас уходим на рекламу, а потом непременно продолжим нашу с вами увлекательную беседу. Реклама на 21-м канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите Главное. Я продолжаю беседу с моими гостями. Тема следующая. Транспорт. Но под каким углом? Если раньше мы обсуждали в этой студии маршрутки или общественный транспорт, то теперь благодаря господину Бреге мы обсуждаем тему бесплатного общественного транспорта. Кстати, сегодня один кандидат тоже за это выступил. Да. Хорошая идея. Можно и украсть. Я пыталась понять все-таки доводы, почему и откуда такая возможность, чтобы общественный транспорт был бесплатным. И, честно говоря, как-то с трудом в это верится, что город это может потянуть. Может потянуть бесплатный общественный транспорт? В предвыборной можно сказать, что не только бесплатным. А зайдешь в троллейбус, тебе еще заплатят. Ага. То есть, по вашему мнению, именно этим Олег занимается? Нет. Моя позиция, я сейчас ее озвучу, я просто дам право Олегу высказать свое мнение, потому что я чуть больше говорил, и вы поймете, о чем я. Окей, договорились. Олег, откуда деньги? Я услышал это из Европы. Я слышал впервые в Берлине. Там, кажется, их пираты говорили, что это должно быть, что есть в Белгийском каком-то маленьком городе бесплатный транспорт, чтобы люди ходили не на своих машинах, а на общественном транспорте. Потом я услышал и про Таллин. Там уже три года есть общественный бесплатный транспорт. И они подумали, если субсидировать 50-40 или 60%, как у нас, билеты, почему бы не субсидировать все 100% и не нужны будут билетчики, контролеры и так далее, а за эти деньги можно еще какие-то троллейбусы или автобусы купить. И люди будут ходить на бесплатном транспорте, чтобы сэкономить. И от этого и трафик, как по-русски. А, то есть они личное авто оставят в гаражах? Да, и будет общественный транспорт ездить быстрее, и он будет дешевле. Если человек захочет свой велосипед взять в троллейбус наверху к телецентру, это круто. А потом вниз будет легко на своем велосипеде ездить. Я думаю, так обучить людей оставлять свои автомобили, только когда будут ехать на... Вот красивая теория, но есть одно но. Я вот, честно говоря, не думаю, что вот эти троллея, которые на сегодняшний день на маршрутку люди тратят, то есть люди пытаются сэкономить на этих деньгах. Если бы речь шла только, и люди думали, пересаживаться ли из своих машин в общественный транспорт, и речь шла только о деньгах, то теория бы имела право на жизнь. А вот мне кажется, что дело здесь в несколько все-таки другом. Это в комфорте, в удобстве. Какой комфорт, когда ты сидишь на улице под дождем или под солнцем, и ждешь, когда освободится... А что с бесплатным транспортом? Перестанет идти дождь или перестанет полить солнце? Я говорю, не будет столько машин, и люди будут ехать прямо по центральному бульвару или с Чоканда телецентра. Будешь менять сколько раз хочешь троллейбус или автобус. Можно и с дурлешт, и с трушин ехать на общественном транспорте бесплатно до центра. И не нужна будет машина, потому что для машины нужна и парковка, и бензин, и так далее. И потом и гараж дома, чтобы его держать. Вот учитывается ли менталитет молдаван при этом, что действительно дело только в деньгах, считает человек? Нет, мы не будем говорить о менталитете, здесь другие проблемы. Давайте более профессионально к этому подходить. Есть троллейбусный парк, есть автобусный парк, и есть маршрутки, и такси. Если с троллейбусным парком что-то решается, как бы обновляется, есть новые троллейбусы, да, правда без элементарных удобств, как кондиционер, но это другой вопрос. Автобусный парк забирает 100 миллионов в год. Субсидий. Субсидий. Там есть и частные автобусы, новые. Автобусам по 25 лет. Маршрутки сами знаем в каком состоянии, и что с ними происходит. Почему? Потому что главная проблема это то, что шофер является собирателем денег, менеджером, а не работает на зарплате, и выполняет план, который давит его, и который заставляет нарушать правила дорожного движения, и собирать как можно больше денег. Теперь, что бы сделал я? Во-первых, на совершенно серьезнейшем уровне говорить с инвесторами. Автопарк должен быть сдан в аренду серьезной европейской компании, которая сделает анализ и даст цену на проезд общественного транспорта. Это будет евро. Чтобы вы знали, ни в одной стране Европы транспорт не стоит столько, сколько стоят реальные затраты. Везде субсидируется. Только у нас субсидируется. Минуточку. 2 евро в Риме, в Париже. Минуточку. А в Лондоне там еще сумасшедшие цены. Людмила, если стоит 2 евро проезд в этой стране, значит реальный транспорт стоит 4. Еще раз говорю, примар обсуждает с инвестором, с транспортной компанией тарифную политику. Естественно, все это обсуждается в муниципальном совете и так далее. Это уже мои вопросы. Дальше. Я знаю, что в нашем городе психологический барьер для граждан это 2-3-4 лея, не больше. Значит, я определяю этот барьер, эту плату пока что за проезд, будут только новые лизинговые автобусы, маршрута больше не будет, но будет быстрый транспорт. Но о бесплатном вообще речь не может быть. Сейчас дойдем до этого. Это первый этап. Будут ездить по правой полосе, все будут иметь ограничители, все шоферы будут на зарплате, их будут проверять. Марчилл, я прошу прощения, вопрос был по поводу бесплатного проезда. Я говорю сейчас ответ. Да, вот сейчас. О том, чтобы дойти к такому уровню, еще раз говорю, может быть, после меня кто-то это сделает. Я буду рад, но пока что должна быть компенсация для тех, кто не может платить, и должна быть какая-то оплата. Теперь по флюидизации трафика и про машин только два слова. Нет. Хорошо. Так, значит, следующий вопрос. Вот вы когда к нам ехали, тополиный пух как? Я не знаю, если вы на велосипеде или как вы ехали. Я как раз снимал репортаж здесь, вокруг вашей телевидения. Вот смотрите, мне было интересно, как эту ситуацию комментируют представители ассоциации зеленого хозяйства. И вот они что говорят, что старые тополя вырубают в том случае, если у дерева повреждена корневая система или ствол. Более того, тополь, по их мнению, это легкие города, и лучшего фильтра городского воздуха не найти. То есть, получается, что вот этот пух, который есть, он, в принципе, наверное, неистребим, по мнению представителей ассоциации зеленого хозяйства. А вы как полагаете, что с этим делать? Я читал их заявления десятилетней давности, и они говорили, что 15% в том году, кажется, в 2006 году, они срубят как раз тополей. Потому что они мешают астматикам и другим людям из-за аллергии и так далее. 10 лет назад они готовы были за один раз, за один сезон срубить 14-15% тех тополей. Почему они изменили отношение к этому? Да, нужны легкие города, и мы можем садить другие деревья. То есть, вы считаете, что вырубать надо? Обязательно. Это мешает не только одному, двум, трём человек. Это сотням, тысячам людей мешает жить, дышать три недели. А это невыносимо, это недопустимо. Какая у вас позиция? Как раз по этому вопросу вчера проводили чемпионат наш. Просто на улице я пришел домой, как после снега. Люди задыхались, спортсмены выходили брать глоток воздуха, потому что делали в полуподвальном помещении. И это абсолютно невыносимо, и тем более у кого есть аллергия. Я хочу сказать, что вы сказали про зелёное хозяйство. Да, ассоциация зелёного хозяйства. Но у нас есть господин Хоруц, если я не ошибаюсь, директор зелёного хозяйства, это муниципальное предприятие. И пока он находится вот там на оперативном совещании при Марии, управляет этой структурой, для меня он старый маразматель, который засыпает утром. Если он пойдёт к себе домой, он будет нормальным человеком. Я вынуждена просить вас сейчас не употреблять таких слов. Но если человек не может произносить нормальные слова, и он спит утром, но мы не оскорбляем. Нет, маразматика – это оскорбление. Хорошо. Если он пойдёт к себе домой, он, наверное, будет нормальным, порядочным гражданином. Но он не в той должности, в которой он есть. И я не могу на это смотреть, когда на оперативном заседании при Марии люди просто не могут артикулировать слова, засыпают, не понимают, на какой планете вообще находятся и что происходит. Этот человек обязан следить за всеми деревьями и зелёным фондом муниципия Кишинёв, показать статистику, сколько было иллегально вырублено, показать, что происходит. Вот на Александре, кстати, вы видели, вот сейчас такие вот просто муни, огромные виды. Мы пройдёмся сейчас даже по центру города и спросим граждан, которые имеют там квартиры, недвижимость и так далее. Все говорят, мы писали уже 10 раз, падает дерево, то же самое у домов, то тень, то мешает, то падает. Он обязан чистить, обязан следить за этим хозяйством. Что происходит с детскими площадками, что они натворили, купили без того, чтобы иметь гарантию ремонта? И сейчас они не могут это ремонтировать. Я был на передаче. Ну хорошо, вот если вырубать эти тополя, вот я всё время думаю, Олег, вот тогда люди могут возмущаться, сказать, зачем вырубать вот такие огромные. Это же огромные эти тополя. Как раз потому, что они огромные, они очень опасные для людей, для машин, для детей, для домов. Они могут упасть в любое время. Это непрочные деревья. И падают. Они быстро растут и они быстро рубятся или как, сломаются. Ломаются. И ещё я вчера снимал, как люди, взрослые и дети зажигают этот тополинный пух. А позавчера на телецентре возле государственного телевидения возник пожар из-за этого пуха. Зачем это держать? Хорошо, я поняла ваше мнение. Теперь хочу вас спросить. Вот сегодня появились данные, ваш комментарий нужен. Национальный центр общественного здоровья сегодня выступил с заявлением, в котором сказал, что за пять лет степень загрязнения почвы и песка в жилых районах столицы выросла на треть. Хуже всего обстоят дела на детских площадках, где почва содержит массу вредных микроорганизмов. То есть, с одной стороны, говорим, что всё это какие-то площадки делают, а с другой стороны, вот такой, я считаю, что это серьёзный такой, если не приговор, то предупреждение. Как вы полагаете, как с этим бороться? Что происходит? Грязь какая? Насчёт детских площадок хочу ещё раз подчеркнуть, что если бы соблюдались нормы, и, к примеру, у нас в Кишинёве, в Молдавии, есть производитель детских площадок, который имеет огромную мощность, имеет специалистов, которые могут ремонтировать и следить за ними. Они предлагают покрытие специально... А следить – это и санитарно-гигиенические нормы? Я сейчас скажу. Да. Они предлагают, и они вот только так предлагают, поэтому и проигрывают тендеры, потому что их покрытие – это не просто песок или земля, а специальное резиновое покрытие. Оно стоит 30 квадратный метр, который выдерживает и дождь, и снег, и всё оттуда протекает. Но вот эта резина и безопасная для детей, и в то же время дети не входят в этот контакт с землёй, с песком грязным, потому что они всегда падают. Но это дорого на самом деле получается. Это сложно для того, чтобы нашли дети. Да, неважно, это дорого или дёшево. Это нормы. Мы соблюдаем. Или мы хотим те железки, которые были в советское время, от которых клеился язык. Они тоже есть у нас во дворах. Вы пробовали на язык? В детстве? Да, что вы так требово говорите. Потому что зимой прилеплялись руки, падали и так далее, и так далее. Конечно, пробовал. Какой у вас комментарий? Я уже несколько лет снимаю туалет возле кафедрального собора, в центре Кишинёва. Там туалет, как у стына Димвали. Дырка в земле, и там и митрополит, и президент, и кто ходит в кафедральном соборе, туда ходят в туалет. Это в центре Кишинёва. И столько жилых домов имеют только такие туалеты. Вот это странно. Что до сих пор там, если ходят такие персоны. И хуже того, я снимал позавчера, как люди с кафедрального собора возле того туалета бросали мусор. Там куча мусора бросали в парк. Хорошо, а как с этим вороться? Ваш рецепт? Я думаю, что нужна канализация по всему городу обновить. И поставить там, где не было совсем. Особенно в пригородах там никогда не было. Я не знаю, почему Примария вложила до сих пор миллионы в каскадную лестницу, в том озере, в бывшем комсомольском, там, в долине Роз. Да. Они начали чистить сначала речку Дурлештик. Откуда у всех людей течёт вся эта канализация в речку, а потом из речки в это озеро. Почему они начали это красиво делать, а не здоровью интересоваться? И ещё я думаю, что мы должны остановить рост самого большого кладбища в Европе. Красота спасёт мир, поэтому начали с каскадной лестницы. Да, но здоровье важнее всего. Я думаю, что нужно остановить рост самого большого кладбища в Европе и сделать крематорий. В Кишинёве нет крематория. А уже сколько лет об этом, на эту тему, кстати, говорят, и тут обнаружились интересы. Пусть церковь говорит, что хочет, но крематорий нужен в таком большом городе. Это интересно на самом деле у вас. Об этом, как правило, мало кто говорит. Но я думаю, что эту тему непременно нужно затрагивать. Хорошо. Предлагаю вам Блиц. Это мои вопросы и ваши ответы только «да» или «нет». Это вопросник, известный вам в интернете, профинансированным Центром Европейской Демократии. Готовы? Поехали. Велосипедные дорожки должны быть созданы в обязательном порядке. Да, это цивилизация, это Европа. Конечно. Нет, не везде. Есть места где-то невозможные, нет. Да. Я прошу прощения, это Блиц. Нужно запретить выплату адресных компенсаций, компенсации счетов по теплоснабжению из муниципального бюджета. Именно из бюджета. Да, это фаворизация тех, которые живут в столице. На данном этапе нет. Нет. Парки должны быть переданы в концессию частным компаниям с целью строительства зон отдыха. Боже упаси. Да. Я не верующий, но нет. Нет? Да. Еще такой «да», огромный «да», чтобы я не видел больше, как все собираются на отраве. Да, с восклицательным знаком. Да. Договорились. Сервис по подаче питьевой воды необходимо приватизировать и или сдать в концессию. Нет, это жизненно важный. Да, диверсифицировать и сдать частным компаниям, чтобы были услуги, а не АПКанал занимался. В общественных местах необходимо установить камеры видеонаблюдения. Это парки, тротуары, рынки, стадионы и тому подобное. Нет. Да, для безопасности весь город должен быть в камерах. Так. Тогда преступников не будет. Исторические памятники, которые прославляют советский коммунистический режим, должны быть перенесены в другие места. Этот документ, и они пусть останутся. Нет. Нет. То же самое, на данном этапе нет. Нет. Муниципию необходимо вернуть старые наименования улиц, которые были действительны до 1990 года. Вот это нет. Нет. Муниципий должен использовать европейские внешние фонды и кредиты. Любые фонды. Это помогает. Любые. Как вы сразу насчет денег. Вот здесь вы солидарны. Пусть приходят. Да, насчет денег, любые деньги. Муниципальные предприятия должны направлять дивиденды из полученной прибыли в местный бюджет. Я не знаю. Мы можем организовать референдум по этому поводу. Да. Да. Сейчас так и должно быть. Уличная продажа за пределами рынков должна быть запрещена. Строго, да. Да, и рынки должны быть систематизированы. Убрать центральный рынок, сделать нормальные цивилизованные агрорынки на въездах в город. Хорошо. Я благодарю вас за участие в этой программе, за то, что вы отвечали на мои вопросы. И вот в завершении могу сказать такие факты из вашей биографии для ваших избирателей, просто чтобы они знали. Я думаю, что вы действительно намерены бороться серьезно за кресло генерального примара. Хотя бы потому, что вы занимались дзюдо и самбо. А я права? Да, да. А вы чемпион мира по пауэрлифтингу. То есть я так понимаю, что в этом отношении у вас все в порядке. Я теперь желаю, чтобы ваши физические такие кондиции перешли в какие-то управленческие кондиции, чтобы вы добились того, чего вы хотите. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Вы смотрели программу «Главное». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»